Две тысячи ученых из восьмидесяти стран мира. Актуальные проблемы географической науки 21 века. В Москве в эти дни проходит конференция Международного географического союза. Русское географическое общество празднует юбилей. 170 лет назад зародилась одна из старейших организаций страны. Жить стало дороже. Цены на продовольственные товары в Ниньцком округе за семь месяцев текущего года выросли на 4,5%. Время новостей на телеканале Север. С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Ваучейская. Две тысячи ученых из восьмидесяти стран мира собрались обсудить актуальные проблемы географической науки 21 века. В эти дни в Москве проходит конференция Международного географического союза. Она станет площадкой и для обсуждения проблем Арктики. Об этом в своем послании участникам конференции сказал президент Владимир Путин. Уверен, что конференция, которая объединяет известных ученых и проходит при самой активной поддержке РГО, станет авторитетной площадкой для интересных и плодотворных дискуссий по наиболее актуальным проблемам географической науки, таким как изменение климата, изучение и сохранение уникальной природы Арктики и Антарктики и многим другим. Будет содействовать обмену накопленным опытом и практиками, консолидации мирового профессионального сообщества, говорится в тексте послания. Конференция Международного географического союза будет длиться с 17 по 21 августа. К обсуждению предложены вопросы изменения климата и прогнозирования природных катаклизмов, глобальные конфликты, проблемы городской среды и географического образования. Также в повестке форума вопросы международного научного сотрудничества и проблемы консолидации молодых ученых из разных стран мира. Также президент отметил, что крупнейшая встреча ученых проходит в дни празднования юбилея. Русскому географическому обществу старейшей организации страны исполняется 170 лет. У истоков стояли знаменитые естествоиспытатели, ученые и мореплаватели. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, открытии и изучения новых земель. Идея создания общества принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Важнейшим событием в истории Русского географического общества стало создание постоянной комиссии по изучению Арктики. Это позволило систематизировать экспедиционную деятельность и обобщить полученные уникальные сведения о природе, геологии и этнографии Крайнего Севера. Одно из недавних открытий Русского географического общества о том, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева продолжение континентального шельфа России дает нашей стране серьезное преимущество. Дальше, дальше. Продолжать работу в высоких широтах Арктики. Сегодня это очень важно и присутствие в Арктике тоже очень важно. Тем более, что мы претендуем на расширение арктического шельфа. Сегодня Русское географическое общество – это всероссийская общественная организация, объединяющая специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств. В организации около 13 тысяч членов в России и за рубежом. Региональные отделения имеются во всех субъектах нашей страны. В Ненецком округе географы начали плотную работу в 2012 году. Сейчас региональное отделение рассчитывает 12 человек. Они уже реализовали ряд экспедиционных проектов, в том числе проект «Арктика. Миссия добра». Сейчас по результатам экспедиции ведется работа по созданию фильма «Про остров Айгач». Экспедиция сама носила цель пройти по пути известного художника, первого художника «Арктика» Александра Борисова. И в составе экспедиции входил оператор, который сейчас как раз занимается созданием этого видео, документального фильма. Кроме того, региональным отделением Русского географического общества был проведен ряд других научных экспедиций. Их проведение стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Республики Коми, Ненецким краеведческим музеем, туристическо-культурным центром и организацией «Грин Хом». Охота и рыбалка – самые популярные направления турбизнеса в Ненецком округе. 90% туристов, которые посещают наш регион, выбирают именно это направление. Данные были озвучены на совещании в Управлении культуры и туризма, где представители ведомства и окружного туристического бизнеса обсудили, как сделать регион привлекательным и доступным. Крупнейшие туроператоры России заинтересованы сотрудничать с Ненецким округом. Это стало известно в апреле после встречи губернатора Игоря Кошина с представителями Ассоциации туроператоров России. Две компании готовы работать с регионом. Готов ли округ принимать чартерные рейсы и комфортно размещать большие группы туристов, думать не приходится. Но на сегодняшний день, к сожалению, нас вокруг к этому не готовы к такому большому количеству приезжающих туристов. Даже просто банально по гостиничным мощностям на расселение и по тем же самым сервисным обслуживаниям. У нас нет сервисменов, так называемых, которые бы привели туристическую группу от начала и до конца. Операторы помогать готовы, но при наличии окончательно сформированных турпродуктов. С ними проблем не возникает. Туристический центр, к примеру, разработал несколько активных этно- и экологических маршрутов. Проблема в инфраструктуре, вернее, ее отсутствии. Пока в Наринмаре не построят необходимое количество гостиниц, сети общепита и не наладят транспортное сообщение, не поможет даже реклама. Кстати, ей должно уделяться не меньшее внимание. Если сравнить нас с другими регионами, которые присутствуют на туристическом рынке, то во внешних источниках, по ней, информации никакой отсутствует. По крайней мере, когда летишь на самолете, открываешь журнал, там все написано про Ханты-Мансийск, про игру, про Ханты и про все прочее. Матвей Чупров призвал турбизнес использовать менее затратные средства рекламы, соцсети, средства массовой информации, мультимедиа, материалы. Кроме того, в Управлении культуры и туризма ведется работа по включению Ненецкого округа в федеральный мобильный путеводитель ТОП-Трип-Трип. Он поможет туристам узнать о достопримечательностях округа, природных объектах, местах, где можно отдохнуть, поесть, купить сувениры. Ненецкий округ также будет представлен на национальном туристическом портале «Раша Тревел». Опытный бизнесмен Юрий Тюлюбаев добавил – отрасль надо развивать комплексно. В ближайшее время Управление культуры и туризма приступит к разработке долгосрочной концепции развития туризма в Ненецком округе. Валентин Ночебичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Жить становится дороже. Более чем в два раза по сравнению с концом прошлого года в норинмарских магазинах подорожали овсяные хлопья. Геркулес вырос в цене на 67%. На 60% больше в этом году жители окруженной столицы платят и за соль. Согласно данным Ненецкие стата, в целом продовольственные товары за 7 месяцев текущего года выросли на 4,5%. Отслеживается и изменения на непродовольственные товары. За это время они подорожали на 12%. Дороже всего стали игрушки. Теперь за них надо отдать почти в два раза больше. В полтора раза поднялись цены на товары для отдыха и туризма. Но если брать ежемесячные изменения цен, то в июле продукты питания подорожали всего на 0,37%. В список лидеров по росту цен попали картофель. Он подорожал на 13,5%. Овсяные хлопья – на 11,5%. Пшено – на 9,5%. И фруктовые соки – на 9%. В июле отмечено и небольшое снижение. Так, молоко подешевело более чем на 16%. Фарш мясной – на 8, огурцы – на 7, а яйца – на 6. В июле отмечены небольшой рост на услуги – около 3%. А непродовольственные товары подорожали почти на 2. По непродовольственным товарам наибольший рост заметен у нас на, как ни странно, роликовые коньки аж на 30%. И ветровки – мужские и женские. Женская ветровка подорожала на 13%, мужская – на 6%. Исходя из данных статистики, происходит расчет стоимости минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Так, в июле минимальный продуктовый набор на одного человека обойдется почти в 5400 рублей. Алена Валеева, Дим Носкин, Телеканал «Север». 300 тысяч штрафа грозит хозяину одного из баров Наринмара. Об этом и не только через несколько секунд. Порядка 30 метров до земли вертолет и тоненькая лебедка. В Ненинском округе прошли масштабные учения по спускам на воду. Шахматные фигуры, банные веники и обувь. С такими находками вернулись археологи из Пустозерского городища. Два полета по полтора часа, порядка 20 спасателей и пилотов. В Ненинском округе прошли масштабные совместные учения по спуску на воду и землю. В них приняли участие сотрудники авиационно-поисково-спасательного центра Северо-Запада, Наринмарского авиаотряда, РПСБ и поисково-спасательная служба Ненинского округа. Порядка 30 метров до земли вертолет и тоненькая лебедка. Для спасателей, которые приняли участие в тренировочных спусках и подъемах на воду, самое сложное – это, конечно, преодолеть психологический барьер. Тренировка была проведена в два этапа, два полета по полтора часа. За это время, рассказывает организатор учения Валерия Стопчук, успели восстановить навыки спусков у пяти экипажей. Еще три были вновь обучены и подготовлены. В этом году мной было принято решение за счет средств Наринмарского отряда провести совместные учения с поисково-спасательной службой именно у округа, потому что на протяжении многих лет мы такие учения не проводили. Почему? Потому что и служба была вновь организована, у них не было подготовленных специалистов, поэтому для учений были привлечены специалисты, которые имеют необходимую подготовку. Это выпускающие, это руководители тренировки авиационно-поисково-спасательного центра Северо-Запада. Такие тренировочные спуски необходимо проводить регулярно, считает Валерий Евгеньевич. Не менее 12 часов в год. Цена вопроса – порядка двух миллионов рублей. Окружные власти готовы пойти навстречу и помочь с финансовой стороны вопроса. Конечно, мы будем работать в округе, и чтобы на следующие-последующие годы выделялись средства на такие тренировки. Сейчас мы согласуем планы подготовки спасателей и Валерий Евгеньевич, требования которых по экипажам на следующий год, чтобы согласовать количество часов и те необходимые упражнения, которые надо отработать. Подготовка как пилотов, так и аварийно-спасательных служб на воде становятся особо актуальными сейчас, когда регион вошел в арктическую зону. Следующее учение планируют провести уже в октябре этого года. Алина Ваучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Штраф в размере 300 тысяч рублей грозит владельцу бара «Империя». Поводом для проверки послужило заявление от представителя российского авторского общества. О том, что в помещении одного из баров Наринмара незаконно проигрываются песни известных авторов и исполнителей, стражи порядка убедились лично во время специального рейда. В результате полицейскими было изъято все музыкальное оборудование. Также в ходе проверки полицейскими была выявлена реализация алкогольной продукции посетителям бара. У индивидуального предпринимателя не оказалось соответствующих документов, которые подтверждали легальность производства и оборот алкоголя. В итоге полицейскими было изъято более 200 литров алкогольной продукции. Предпринимателю грозит административная ответственность. Шахматные фигуры, банные веники и обувь. С такими находками вернулись в Наринмар археологи из Пустозерского городища. В течение нескольких недель совместной работой археологов и волонтеров-эколога краеведческого лагеря Пустозерск в 2015 было выработано 64 квадратных метророскопа. Пройдено 6 слоев земли, угля и щепы. Обнаружено и зафиксировано более 400 находок 17-18 веков. Какие еще предметы были обнаружены в слое вечной мерзлоты, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Экспедиция, в состав которой входили сотрудники Невицких музеев и археологи из Нефтьюганска, длилась более трех недель. Для Надежды Львова и младшего сотрудника Пустозерского музея это первые полевые работы. Работая в Роскопе тяжело, конечно, но очень интересно, уезжать не хотелось. Сама, да, я находила фрагменты кожаной обуви северной, кости животных. Также было найдено деревянное изделие, вырезное. То есть археологи предположили, что это может быть женская косметическая лопаточка для лица. Ну, что-то похожее на современные косметические приборы. Может, маски женщины накладывали на лицо. Ну, что-то вот в косметических целях предположили. Да, она вырезная. Лопатка, ну, примерно, там, сантиметров 10-12 в длину. Археологам еще придется выяснить, для каких целей использовались эти предметы. Всего в Пустозерске было найдено более 400 артефактов. Все они отправлены для исследования в нефтьюганск. Было обнаружено, как ни странно, большое количество веников, что, опять же, позволяет специалистам делать выводы о том, что, предположительно, на этом месте находилась, вероятно, баня. К сожалению, полностью выработать культурный слой по всей намеченной площади участникам экспедиции помешала мерзлота. Также несколько интересных резных изделий, в числе которых, предположительно, шахматная фигура и резная голова медведя. Все предметы, найденные археологами, после исследования войдут в фонд экспонатов Пустозерского музея. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Народными гуляниями, концертами и выставками Ненецкий округ отметит День государственного флага России. 22 августа на площади Марацея развернутся главные торжества. Гостей праздника ожидает концерт, выездная торговля и игровые площадки. Трехцветный флаг российского государства имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красное полотнище было поднято на первом русском военном корабле «Орел» в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же отцом Триколора признан Петр I. Он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-сине-красный флаг. И сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Во времена правления Александра II государственными цветами России стали черный, оранжевый и белый. Вновь государственными белый, синий и красный цвета стали при Николае II. В 20 веке Триколор на 70 лет сменила Красное Знамя Советского Союза. А 22 августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФССР официальным символом Новой России вновь стал бело-синий-красный стяг. С 1994 года эта дата стала днём государственного флага Российской Федерации. В этот день во всех уголках нашей необъятной страны пройдут праздничные гуляния и концерты, посвящённые символу государства. Отмечать день флага будут и в Заполярном Нарьинмаре. На улицах пройдёт раздача лент с Триколором, а в 19 часов жителей и гостей города ждут на площади Марацей. Мы подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов города и округа. В завершении концерта пройдёт праздничная дискотека с участием солистов и эстрадно-джазовой студии «Провиз». Также будет работать торговля. Дискотека на главной площади региона продлится до 22 часов. Для молодёжи также будет организован праздник в рамках военно-патриотического слёта «Звезда». К дню флага подготовились и в библиотеке посёлка Искателей. 19 августа в общем и детском отделах откроются выставки, посвящённые истории государственного символа «Наш Триколор» и «Наш российский флаг». Узнать о создании государственного символа и его изменениях за три столетия можно будет до 2 сентября. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, «Триколор», а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok